Здравствуйте! В эфире «Чёрное и белое» проект о нашей действительности. С вами сегодня Наталья Волынец и Екатерина Календа. И, как обычно, мы поговорим о том, что всех беспокоит. Сенаторы на 9-й сессии Совета Республики Национального Собрания 7-го созыва одобрили законопроект о народном ополчении. Это значит, что документ направлен на подпись президенту. Уверена, всем интересно узнать, в чем главная идея этого законопроекта и как народное ополчение поможет нам защитить свои дома и свою страну. Народное ополчение. Как это будет? Разбираем эту тему на «Чёрное и белое» вместе с депутатом Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, членом постоянной комиссии по законодательству Виталия Муткиным. Виталий Юрьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Также в нашей студии находятся зрители, которые принимают активное участие в обсуждении. Ребята, у вас в руках находятся чёрно-белые карточки. Предлагаю с их помощью высказать своё мнение. Готовы ли вы стать добровольцем и вступить в ряды народного ополчения? Если да, поднимайте белую сторону карточки. Если у вас иное мнение, чёрную. Голосуем. Ну, понятно, вопрос непростой. У некоторых он вызвал замешательство. Но в любом случае, в начале программы мы наблюдаем белые карточки. Спасибо за ваше мнение. У вас ещё будет возможность его высказать. Виталий Юрьевич, карточки. Формат вам известен. Вы не первый раз в нашей студии. Давайте поговорим. Зачем Белоруссии понадобилось народное ополчение? Я думаю, что любой человек, любой гражданин прекрасно эту ситуацию понимает. А если мы сегодня возьмём в целом международную обстановку, которая сегодня на всём земном шаре практически мы видим, такую философию агрессии и такую инфекцию войны. В Париже начались конфликты между государственными конфликтами. Продолжается. Поэтому сегодня мы, как белорусы, находимся вблизи НАТОвского блока, который сегодня проявляет агрессию и жёсткую агрессию во всём мире. И мы сегодня должны действовать с опережающим фактором. Чтобы не получились такие ситуации, как в России, на Украине, мы должны отдать дань уважению политической мудрости нашего главы государства Александра Георгиевича Лукашенко. То есть если мы возьмём буквально пару лет назад экономические, когда наш глава государства говорил о необходимости импортозамещения, и мы увидели, что через определённый промежуток времени его слова оказались пророческими. Если бы мы не занялись этим процессом, то нам бы было очень сложно в период санкций выдерживать вот такую экономическую войну. То есть теперь, говоря о вопросах, когда уже возле наших границ находится блок НАТО с агрессивной философией, это и страны Прибалтский, и Польша, как бы они сегодня демонстрируют эту тематику. Благосударство подняло вопрос о необходимости сегодня, возможности каждому человеку защищать свою Родину. Виталий Ильич, вот если взять историю, то народное ополчение – это такой своеобразный, всенародный характер защиты Отечества, когда вот есть действительно реальная угроза. Так было, мы знаем историю, в 1812 году в России, так было в годы Великой Отечественной войны. Вот, кстати, мужество и самопожертвование народных ополченцев сыграло важную роль в обороне Гомеля в 1941 году. На некоторое время именно они задержали наступление врага на наш город. И, кстати, благодаря им многие жители успели тогда эвакуироваться. Но вот если проводить вот такие вот параллели, вот какой все-таки вы видите роль народного ополчения в наше время, когда у границ в Беларуси не самая простая обстановка? Ну, сегодня нужно немножко разделить грани того периода народного ополчения, когда это военный конфликт, и оно стихийно. Поэтому из тех исторических опытов, которые уже произошли, сегодня готовится правовая база. Она подготовлена и сделана именно для этой категории людей. Поэтому у нас есть еще территориальная оборона, которая работает. Потому что тогда народное ополчение, оно возглавлял его, между прочим, Уткин, тоже командир народного ополчения был нашего, который защищал город Гомель. Они приняли открытый бой. То есть они держали боевые части. Сейчас одна из философий этого вопроса, создания народного ополчения, это на территории, где не существует военного конфликта, подальше от линии фронта. Но мы следим за добровольное народное ополчение, не следить за теми вопросами, чтобы не было дезорганизации жизни. Те же мародеры. Возвращаемся к ним. Если вдруг какая-то диверсионная группа прорвалась и работают под системой непосредственно руководства правоохранительных органов, то вот эту систему народного ополчения. Понятно, и с изменением определенной ситуации, то они могут вступать, конечно, и в другие, скажем так, ситуации военного характера, которые будут проходить уже по мере развития всех этих негативных моментов. А в чем будут заключаться эти вспомогательные функции ополчения? Вот как они смогут помочь армии, военным, если вдруг возникнет такая необходимость? Сегодня по информации министра обороны, то планируется, сегодня изучив этот вопрос, где-то около от 100 до 150 тысяч народного ополчения. То есть это люди, которые уже вооружены. То есть сегодня или один участковый на своей территории осуществляет деятельность по охране правопорядка. Или все-таки к участковому еще 15-20 человек, 2-3 отряда, которые могут взять под охрану определенные объекты стратегического воздействия населенного пункта. Потому что это исключительно на административной территориальной единице организовывается. Они, как правило, будут под руководством председателя облсполкома. Это областного масштаба действия народного ополчения на территориях и районах. Это председатель райисполкома, глава администрации. Вот они работают в этом плане, чтобы сохранять мирную жизнь людей, не посеять панику, потому что, вы же понимаете, много будет паникеров. Различные. У войны есть различные способы борьбы. Это не только прямая военная атака. Это различные способы для того, чтобы добиться успеха, победы в военных действиях. Поэтому как раз-таки народное ополчение будет в намерной территории, чтобы сказать, такие теневые моменты войны, они, не наше мирное население, не ввели в хаос, панику. Будет все это сдержать и тоже борьба с преступностью. А народное ополчение, которое сегодня создаётся в нашей стране, это только про военное время или про мирное тоже? Народное ополчение – это в военное время действуют. Вот эти институты – это институты исключительно военного мнения. Мы должны прекрасно понимать, что народное ополчение попадает в те люди, которые не подходят под другие МОП. Мобилизационные вопросы – кто будет в действующей армии, кто будет в территориальной обороне. Это те люди, которые, скажем так, старшего возраста, уже на сегодня прекрасной физической форме, имеющие определённые навыки. Молодёжь, которая может участвовать в этих вопросах, как бы зарекомендовавшая себя. И этот вопрос будет касаться той зоны, где нет военного конфликта. То есть, в первую очередь, это будет направлено на борьбу с мародёрами, на борьбу, если вдруг внутри конкретной территории появятся какие-то преступные группировки, пытающиеся расшатать. В чём всё-таки принципиальное отличие народного ополчения, которое создаётся сейчас в нашей стране, от аналогичных, скажем так, формирований в России, в Украине, которые стали появляться там точечно, не везде, но стали появляться точечно с начала военной операции. Вы знаете, прямо в вашем вопросе. У нас это создаётся. Там хаосное, стихийное движение. И вы же помните в передаче «Соловьёв», когда они после того, когда стали обсуждать закон, который будет приниматься, и предложение нашего государства о создании народного ополчения, то в своей передаче он говорил, что сегодня нужно по принципу Белоруссии действовать и создавать такие вопросы в Курской, в Белгородской области, такие же подразделения народного ополчения. Поэтому сегодня мы действуем, знаете, более так цивилизационно. То есть мы начали законодательные базы. Зная предвиды, ещё раз вернусь к политической мудрости нашего главы государства. Импортозамещение. Вот эта часть людей, экономистов, профессионалов, порой и кандидаты наук, они как бы не совсем, может быть, были сразу согласны с этим движением. Сегодня военные институты, видя, как прошла экономика, после того, как глава государства поднял этот вопрос на военном виде, обстановку мировой направленности, такую агрессивную, сразу же Министерство обороны и Министерство МВД взялись за этот механизм правовой и внесли предложение, отработали его, внесли в парламент. Виталий Юрьевич, давайте посмотрим ещё одну карточку, ещё один вопрос. Какие основные задачи, призванные решать закон о народном ополчении, что принципиально важно в этом документе? Основная тематика – это те люди, которые не попадают под мобилизационные действия, под мобилизационный регламент на период военных действий. У них есть право защищать свою родину. То, что, как у нас и в Конституции Республики Беларусь, что каждый гражданин в обязанности защищать свою родину. Поэтому представляется первое юридическое право граждан, которые не попадают под категорию действующей армии, территориальной обороны, чтобы они могли защищать свои семьи, свои дома. При этом они будут вооружаться, у них будет оружие. И, я думаю, в дальнейшем закон только даёт такие фундаментальные понятия, фундаментальные основы о народном ополчении. А в дальнейшем будет ряд ведомственных, локальных, нормативных документов, которые организуют все вопросы. И порядок хранения оружия, как будет проходить эта служба. И второй основной момент – это то, что они будут работать, тоже чёткий порядок, в системе МВД. И организовывая их, определена структура – это работа на мирной территории, где нет военного конфликта по соблюдению правопорядка, защиты прав имущественных граждан, в том числе, и защиты правопорядка. Виталий Юрьевич, а вот что, на Ваше взгляд, всё-таки принципиально важно в этом новом документе – закон народного ополчения? Для меня, как и для юриста, принципиально важно, что сегодня наш народ, наше государство, все люди понимают, что делают. Мы сегодня разработали механизм, который будет обеспечивать безопасность наших граждан. Согласитесь, Виталий Юрьевич, время у нас такое непростое нынче, и подобные законы в нашей стране не принимались ещё за это время самостоятельности в Беларуси. Когда обсуждался подобный закон, проект, с чем столкнулись вообще? Насколько это было бурно в депутатском корпусе? Вы знаете, бурно было только с одной стороны. Если вы хотите, скажу, такая тематика, привести парламент других стран, где системно между депутатами возникают определённые конфликты, и их потом частенько выбрасывают в интернет, показать, что происходит. Нет. Здесь было единодушное понятие, что необходимо защищать свою родину, что необходимо принимать те правовые документы, инструментарии, которые позволят с меньшими потерями нам выйти из конфликтной ситуации, если они, конечно, не дай бог, произойдут. Вот поэтому это было единодушное посыло о возможности защищать свою родину. Ну, это, наверное, один из тех моментов, о которых постоянно говорит глава государства. Хочешь мира, готовься к войне, да? Ну, мы с вами видим исторический процесс управления нашим президентом нашей страной, что в различных конфликтных ситуациях он на 5-6 шагов на шахматной доске вот этого передела мирового он опережал мировых гроссмейстеров, и Республика Беларусь выходила на победные оппозиции. При разработке данного закона глава государства подчеркивал, что основные полномочия по формированию народного ополчения должны быть у местной вертикали власти. Регулировать его деятельность должны председатели обл. исполкомов. Вот кто в результате будет стоять во главе этих вооруженных формирований? Как сегодня за общественный правопорядок у нас отвечает председатель обл. исполкома, что у него на территории делается так, и дальше эти силы будут в таком же ресурсе использоваться для охраны правопорядка на территории административной соответствующей единицы. То есть ключевой момент – это местные власти. Местные органы власти. Да, местные органы власти. Уровень области – председатель обл. сполкома, уровень района вертикали – это председатель районного исполнительного комитета. В администрации района городской поделен по принципам город и администрации района. Вот вы знаете, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай, он считает, что активно подключиться к работе по формированию народного ополчения должны депутаты местных советов. Именно они хорошо знают людей, живущих на местах, их деловые и моральные качества. Вот какую конкретную работу в этом направлении должны проводить депутаты местных советов, на ваш взгляд? Как вы сказали, Андрей Чернобай, то это действительно в этом ракурсе должно быть. Потому что представители местного корпуса депутатов, они прекрасно знают местное население, точно так же, как и местное население знает своих депутатов, и депутаты пользуются определенным авторитетом. И зачастую этот авторитет, который связан с такими, может быть, вопросами обычной житейской жизни, когда человек помогал им. То есть есть авторитет, есть создание и возможность уже направления этого коллектива, который будет в народном ополчении. Депутат уже может определенные организационные задачи, понимать, на что, как способен этот коллектив решать. Ну, если я не ошибаюсь, то в народное ополчение могут входить не только местные жители, но и иностранцы, которые проживают на территории. Закон, как бы, не ограничит иностранцами, имеющие постоянное место жительства, как бы, для всех, кто находится на территории Республики Беларусь, и желающие защищать эту территорию, на которой они в данный момент живут, да, представляется право и возможность. А будут ли освобождаться от работы добровольцы, которые вступили в народное ополчение? Да, предусматривается, что они будут освобождаться от работы, за ними будет сохраняться средняя заработная плата. Да, поэтому, как бы, это тот же самый труд боевой, где на себя человек, уходя от станка, он берет в руки оружие, и, к сожалению, неизвестно, с кем он в этот день своего дежурства может столкнуться с какими преступниками и какие последствия. Поэтому, да, будет оплачиваться. И другие льготы, которые предусмотрены для военнослужащих, не дай бог, в качестве, если человек погибнет, все это, как бы, распространяется на людей, которые будут в народном ополчении. Народное ополчение, как это будет? Разбираем тему на черное и белое вместе с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталием Уткиным. Самое время узнать мнение студии по обсуждаемой теме. Готовы ли вы стать добровольцем и вступить в ряды народного ополчения? Если да, поднимайте белую сторону карточки. Если у вас иное мнение, черную голосуем. Еще одна карточка. Еще один вопрос, Виталий Юрьевич. Кто попадет в ополчение, кого примут, а кого нет? Как это будет происходить? На самом деле, вот этот механизм очень интересен. Это будет организованная работа. И с учетом того, что практически наработки есть наших вооруженных сил и правоохранительных органов, по той тематике, как это проходило у наших соседей в Украине, чтобы не допустить того вооруженного хаоса. Вы же прекрасно помните, когда в СМИ звучали, когда возникали вооруженные конфликты прямо на улицах. То есть люди, получившие у себя оружие, они как бы еще не разбираясь в военном деле, сами хаосно, кто-то им показался диверсантом, диверсионной группой, когда расстреляли семью. Они посчитали, что это диверсионная группа, разведчики работают. Поэтому у нас сегодня это будет организовано именно в мирное время, в мирном процессе. Будут уже люди проходить определенное сито. Мне бы хотелось все-таки вернуться еще раз к важным моментам, которые отражены в новом законе о народном ополчении. При разработке, вы уже упомянули, учитывался опыт Украины, когда там создавались вот эти добровольческие формирования территориальных общин. И оружие выдавалось всем подряд без всякого контроля. Об этом не раз заявлял и министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Я вот хочу процитировать. Мы видели, что происходило в Украине, когда к магазинам подвозили ящики с оружием и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие попадало и в руки преступников, и потом его и перепродавали и так далее. И поэтому вот нами разработан целый алгоритм, система. Каждый человек будет проверен, и оружие просто так выдаваться не будет. Когда было объявлено о разработке законопроекта о народном ополчении, определенная часть оппозиции зашевелилась, желая записаться, конечно же, в добровольцу, чтобы получить оружие, затем использовать его в своих целях. Вот этот момент как-то отрегулирован в законопроекте. Где та гарантия, что оружие не попадет в руки радикально настроенной оппозиции? Ну, гарантия в тех документах, которые будут в развитии этого закона приняты, планируется принимать, скорее всего, я полагаю, что это будет постановление Совета министров о порядке, выдавивающей оружие. Но и, поверьте, будьте уверены в нашей правоохранительной системе, в наших, как говорится, спецслужбах, которые прекрасно понимают, кому будет это оружие выдано. Мы должны быть уверены в той системе, в том СИЦе, которая сегодня создана в Республике Беларусь. Поверьте, вот те мероприятия, которые проходили на территории Республики Беларусь, вы уже видите, как профессионально отработано, да? С минимальными, с минимальными какими-то проблемами, с минимальными неудобствами для мирных граждан, для добропорядочных граждан с наших улиц убирались конфликты. Возникновение вопросов. Но сегодня во всем мире, скажем, качество работы наших спецслужб оценивается очень высоко, и они их оценивают как серьезного противника. Виталий Ильич, ну сразу возникает вопрос. А кто, как будет обучать этих народных ополченцам? Вот я, Катерина, вдруг у нас появится такое желание. Ну, мы ничего не умеем, кроме одного желания. Точнее, одного желания там маловато. Ведь речь идет о том, что люди получат, обычные люди, простые граждане, получат в руки оружие. Я вот к чему веду? Вот этот, согласитесь, вот этот момент обучения и морального, да, и психологического, и четкое понятие политической ситуации, которая происходит вокруг, и какие-то вызовы, которые могут происходить в это время. Она же существует, вот как вы к этому относитесь? Если вы решите, то отрабатывается весь алгоритм, вся линейка. В том числе и с расчета людей, которые не служили в вооруженных силах и не умеют пользоваться с оружием. Если те, кто отслужил, им нужно так и чуть-чуть восстановить какой-то определенный ресурс, то вас нужно будет научить. Для этого будут создаваться определенные, как бы, рабочие пункты при военкоматах или совместно при военкоматах и правоохранительных органов. Этот весь механизм отрегулирован. Всегда, как бы, с этими народными ополченцами, они работают в системе с правоохранительными органами, всегда будут те люди, которые знают стратегию поведения в отношении тех категорий, которые, окажется, как бы, на второй стороне будут противостоять. Поэтому один на один человек гражданский, который, как бы, не владел ситуацией, вдруг его тут бросили в поле одного, нет. Он всегда будет под руководством человека, который может скоординировать эти действия, который понимает, дать правильную команду, что действовать. И профессиональные действия будут. Вы же понимаете, что подобные опасения в любом случае возникают сегодня в обществе, потому что речь идет, прежде всего, о людях с оружием. Мы говорим о том, что народное ополчение будет иметь оружие. Кстати, как-то уже понятно вообще, каждый ли доброволец будет иметь оружие, где он его будет хранить. Вы знаете, я полагаю, что это будет в зависимости от выполняемых задач народного ополчения. Но это же на каждой территории. Мы вернемся к тому, что это на каждой территории создается. В зависимости, какая ситуация на территории. И дальше будут определяться стратегии. Кто-то будет домой с оружием приходить, чтобы подниматься в трудную минуту. Кто-то будет приходить на период службы, будут выдавать оружие. Поэтому в каждой конкретной ситуации мы сегодня, как наш глава государства, говорят, ну и нельзя на все житейские ситуации придумать закон. Но мы всегда должны поступать по-лицки. Поэтому и здесь будет ситуация, которая с позицией профессионалов оценена система правоохранительных органов, система Министерства обороны и вертикаль государственной власти. В начале программы вы говорили, что в ряды народных ополченцев могут вступить люди разных возрастов. А вот как насчет женщин? Найдут ли они свое место в народном ополчении? Ну, я хочу сказать, что из общей такой сегодня гендерной политики вы, женщины, занимаетесь серьезно в рубежстве. Поэтому и здесь абсолютно не ограничено по этому поповому признаку, кто может вступать в народное ополчение. Я думаю, что в некоторых ситуациях женщины даже будут и руководить определенными моментами. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что уже началась запись в народное ополчение. То есть создание вот этих добровольных дружин уже началось, получается, в Беларуси. А как вообще-то понимать, учитывая, что закон еще не принят, не подписан президентом? Не создание, а сегодня как бы апробация. Апробация на практике для того, чтобы... Мы же сегодня, чтобы выйти с законодательством завтра, вот сегодня этот механизм сложнейший, который в непростое время будет действовать, поэтому сегодня его обкатывают практические вопросы. Потому что мы с вами теоретически можем написать и принять, да, а как на практике. Поэтому пошло действие практически... То есть параллельно, да, принято законное... Практическое действие этих вопросов, апробация. И тут же в зал, заходили в овальный зал, заходили законодательством принятия. Уже опробовали, как эти пункты создавать, как они должны быть, что включать. Потому что в дальнейшем будут другие законодательства. Что такое пункт, что этот учебный центр, как он должен будет работать. То есть все должно как бы подгоняться, и так, что мы с вами как бы на бумаге приняли, а потом оказывается, этого нету, этого нету. Потому что, учитывая важность этого вопроса и сложность сегодняшнего времени, мир хрупок, как хрусталь, поэтому сегодня как бы все идет параллельно. Виталий Юрьевич, очень важный вопрос находится сейчас в последней карточке. Смотрите его, пожалуйста. Готовы пойти в народное ополчение. Вы готовы? Ну, во-первых, я служил как бы в армии, поэтому я прекрасно понимаю. Я воспитанник Советского Союза, присягу давал. Я прекрасно даю себе в этом отчет. Во-вторых, как бы у нас еще мы с вами православные, мы должны вспомнить библейскую высказывание, по-моему, от Матфея, да? Услышите о войнах, да и не ужасайтесь, готовьтесь к этой ситуации. Поэтому мы не ужасаемся от этого. И, по-моему, наверное, года полтора мы с вами вели передачу, когда я сказал, что мы готовы снять депутатский значок и защищать свою Родину. А вот как вы думаете, охотно ли белорусы пойдут добровольцами в ополчение? Ну и вообще, что думаете о самоотверженности нашего народа, когда речь идет о защите своей земли? Вы знаете, что сегодня, как бы вот, беседуя за мирным столом, ну, можно по-разному там философствовать, рассказывать, но когда придет ситуация критическая, то я больше чем уверен, что 90% без сомнения не пойдут защищать свою Родину. У нас есть генетический код, у нас есть исторический код, у нас есть примеры победы, и у наших руках знамя победы. У нас есть ген, код победителя, поколение победителей, поэтому в большую часть как бы пойдет. Но, как всегда, есть такой небольшой баланс. Он, к сожалению, проявился и в годы Великой Отечественной войны, и в 2020-го. Есть предатели, но это абсолютно незначительная часть населения, которая потом раскаивается. Поэтому я в белорусах, как в целом, в народе, я уверен. И самое время узнать мнение студии по обсуждаемой теме. Готовы ли вы стать добровольцем и вступить в ряды народного ополчения? Если да, поднимайте белую сторону карточки. Если у вас иное мнение, черную голосуем. Спасибо, ребята, за то, что вы приняли участие в голосовании. Как вы, Виталий Юрьевич, можете отреагировать к большинству белых карточек практически? Я еще раз обращаюсь к потомке победителей. Они в любой стране мира всегда могут говорить об этом, что мы, белорусы, потомки победителей. У них ген, код победителей. Народное ополчение. Как это будет? Разбирали эту тему на черное и белое вместе с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь членом Постоянной комиссии по законодательству Виталием Уткиным. Виталий Юрьевич, спасибо. Ну, закон даст право в добровольном порядке принимать участие в вооруженной защите нашего государства каждому из нас. И вот, кстати, говоря о народном ополчении, Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Ну, хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, защитить свой дом, родной уголок земли, если понадобится страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. 3 июля глава государства еще раз подчеркнул, что в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми. Это было черное и белое. Говорили о нашей действительности. Увидимся в августе после отпуска. Я подняла белую карточку, потому что я считаю, если какая-то опасность, мы, как народ, должны объединиться. Каждый мужчина должен быть готов защищать свою страну. Было очень интересно послушать спикера, и стало понятно, для чего нужно народное ополчение и что это такое. Нехороших людей тоже хватает, особенно если наступит немирное время. Поэтому я считаю, что за нужно вступить. Народное ополчение, тем самым обеспечить правопорядок на улицах. Я считаю, что это долг мужчины защищать страну. Женщина тоже, в свою очередь, должна что-то сделать для защиты своей страны, пусть там не с оружием. Защищать нашу Родину. Это как бы у нас в крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»